Неслыханный скандал шокировал всё СНГ. Участницу реалити-шоу «Дом-2» Елену Беркову обвинили в съёмках в порно. От Елены отвернулся любимый, Роман Третьяков. После пережитого позора девушка пыталась покончить с собой. Но это было позже. Сначала Елена жила с первым мужем Альбертом в украинском городе Николаеве. За Берковой уже тогда ухаживали многие мужчины. И хоть она на них и не обращала внимания, Альберт невероятно ревновал её и даже из-за этого бил. Иногда до сломанных рёбер и разбитого носа. Чтобы обои были. Ну, дети просто, мне было 16 лет, мы прожили там год-два. Познакомились, когда расписались через месяц после знакомства. Однажды Альберт так сильно избил Елену, что она две недели провела в больнице. А как только смогла самостоятельно передвигаться, Тайна подала на развод. Собрала вещи и сбежала. Я развелась когда первый раз. Мне было всё равно, где жить. Я поехала в Киев, посмотрела Москву, посмотрела Санкт-Петербург, посмотрела. Мне Санкт-Петербург понравился больше. К Москве я ещё не была готова, поэтому я поехала в Санкт-Петербург жить. В чужом городе Елене сложно было найти работу, которая бы позволила снимать жильё и нормально питаться. Неделя поисков не принесла результата. Деньги заканчивались, а возвращаться домой девушка просто боялась. Елена была готова уже на всё. Был такой персонаж, незадачливый питерский порнорежиссёр Боб Джек, который, собственно, первый Берку завлёк в порнофу снимать. Девушке нужны были деньги, но она боялась опозориться. Однако Боб Джек уверил, что видео будет продавать только в Америке, и никто из знакомых Елены его не увидит. Он даже убедил, что это будет не порно, а эротика. После долгих уговоров Беркова согласилась. Однако уже снимаясь в первом фильме, поняла, что её обманули. Вот это порнуха была. Вот просто так грязно всё. Елена была шокирована наглостью Боба Джека и тем, что ей пришлось пережить на съёмочной площадке. Но, получив гонорар, она поняла, что благодаря порно быстро решит все финансовые и жилищные проблемы. Беркова решила продолжить сотрудничество с Бобом Джеком и параллельно искать другую работу. Спустя три месяца Елена услышала о кастинге для телешоу «Дом-2». Уверенная в том, что порно с её участием продаётся исключительно в Штатах, Беркова не волновалась о телекарьере. Но к тому, что её ожидала, была абсолютно не готова. Нам не рассказывали, что там будет происходить. Нас не посвятили вообще, что надо там строить какие-то отношения. Просто спрашивали, одиноко или свободно всё. Как потом оказалось, участники должны были не просто строить отношения на съёмочной площадке, а делать это согласно указаниям организаторов. Там подбирали всех по образу. Кого-то подбирали образ лидера, кого-то ещё под каком-то образе. Я сразу попала под образ сексуальной девушки. Несмотря на искусственные условия жизни, созданные организаторами, образ сексуальной девушки помог Елене прямо на съёмочной площадке закрутить роман с участником шоу «Романом Третьяковым». Елена поняла, что влюбляется. Я уже сказала, любовь – это Бог. Это всё, что движет нами. Любовь – это основное чувство, которое движет нами. Это то, что мы не можем контролировать. Никто ещё не научился это контролировать. Неожиданно на влюблённую девушку обрушились гнев и извительные замечания зрителей и участников шоу. Усилиями режиссёра Боба Джека, который открыл эротический талант Елены и хотел сделать себе пиар, в интернет попали порнографические фильмы с её участием. Став жертвой коварства Боба Джека, Елена моментально потеряла любовь публики. Я не ушла сама. Я ушла, меня выгнали. Не было ни одного журнала, не облившего её грязью. Организаторы, желая повысить рейтинг за счёт скандала, решили ещё больше его раздуть. Попросили Беркову заявить телезрителям, что в порно она не снималась. Что это бывший муж Альберт из «Ревности» обнародовал их домашнее видео. А уже потом публично её разоблачили. Сказали, мы выгоняем тебя не за то, что ты в порнухе занимался, а за то, что ты нас обманула. К издевательствам и травле прессы добавилось ещё одно неожиданное событие. Елену предал парень, благодаря которому она забыла все свои невзгоды. Роман Третьяков не только не поддержал Елену в трудную минуту, но и публично обвинил в том, что она скрыла от него своё грязное прошлое. К сожалению, не понимала, что это шоу, поэтому я серьёзно слишком к этому отнеслась. Заработка в шоу она лишилась. Предательство Романа Третьякова стало последней каплей. Елена попыталась покончить с собой. По дороге на вокзал, когда я её вёз с шофёра, она остановилась, купила в аптеке наблеток и несколько пригорочней запихнула. Когда она уже дошла до машины, ей было нехорошо. После этого её поместили ещё и в психушку, ко всему прочему. В психиатрической больнице среди больных Елена и сама начала сходить с ума. Если бы не её родители, единственные, кто не отказался от несчастной девушки в это трудное время, она бы никогда не вернулась к нормальной жизни. Мои родители замечательные люди. Я их обожаю, очень сильно люблю. Это мои родные люди. Несмотря на весь ужас всенародного позора, скандал стал для Елены счастливым билетом в новую жизнь. Опытный продюсер Александр Валов использовал её скандальное прошлое, чтобы начать её карьеру в шоу-бизнесе. Я выпустила музыкальный альбом. У меня есть свои передачи. Я играю в художественном кино главные роли, которые скоро выйдут на экраны. Елене казалось, что теперь с раздеванием покончена навсегда. Думала, что впереди её ожидает нормальная жизнь. Она совсем не ожидала, что новоиспечённый продюсер заключил с ней пожизненный контракт, согласно которому женщина должна выполнять все его указания. Когда Беркова поняла, что ей всё-таки приходится постоянно обнажаться, её психика не выдержала. Целую неделю она ни с кем не выходила на контакт. Продюсер привлёк к поискам Елены милицию и нашёл её в реанимации. Оказалось, женщина снова попыталась покончить жизнью, выбросившись из окна восьмого этажа. От смерти её спас только навес летнего кафе. Этот случай заставил Валова понять, что съёмки в порно когда-нибудь всё-таки доведут его подопечную до смерти. А на «Мёртвой звезде» он уже ничего не заработает. Александр пообещал Берковой, что со съёмками в порно покончено. Останется только лёгкая эротика. Уже должно быть красиво. Тогда это будет уже интересно, это уже будет продаваемый модуль. Сегодня рядом с Еленой нет близкого человека. Она даже детей боится рожать. Чтобы однажды они не увидели порно с её участием и не спросили, «Мама, как ты могла такое делать?» Субтитры создавал DimaTorzok